Всем привет, друзья! Сегодняшний гайд у нас на вот этого славного парня, один из сильнейших персонажей на четвертой позиции в нормальных играх. Именно нормальные игры подразумеваются топ ТБ и вообще профессиональная сцена. Как правило, этот персонаж очень сильно нагнетает за счет своих спелов, за счет своей ультимативной с покупкой даггера. Что ж, у нас гайд, давайте посмотрим, какие у него способности и что может этот парниша. Погнали! Итак, друзья, первый спелл это у нас спринт. В зависимости от уровня прокачки, наш персонаж будет иметь увеличение в процентах к нашему мув спиду. Но мы будем взамен при включенном спринте получать на 15% больше всего демеджа. Как это будет примерно выглядеть? Нажимается спринт, Слардар побежал, но в это время он получает демеджа на 15% больше, если его кто-то бьет, ребят. Так что не забывайте, что под спринтом вы хапаете намного сильнее. Мувмент спид очень сильно дает. Идет 12 секунд и колдавница 17. Никаких других бонусов, к сожалению, нету, как, допустим, в другой игре, когда можно было по речке бегать с МС-750. Но такой вот спелл, ребят. Давайте посмотрим второй спелл. Ничего необычного, просто обычный спринт дает мувмент спид. Все, погнали на второй спелл. Второй спелл на нашем персонаже это стан. Массовый стан, наносящий физический демедж. Как и третий спелл. Наш персонаж основан весь на физике. И второй и третий спелл у нас будут зависеть от того, сколько армора находится у нашего противника. То есть за счет этого мы будем дамажить либо больше, либо меньше. Но давайте же вернемся к нашему стану. Стан в зависимости от уровня будет наносить 75, 125, 175 и 225 физического демеджа. На четвертом левеле, конечно же, бонус хороший. Вот. И стан тоже у нас будет разный. 1.6, 1.9, 2.2 и 2.5 секунды. Также после нашего стана на противников будет вешаться 20% замедление в течение 2 секунд. Вот такой вот спелл. Давайте заюзаем. Покажу, как это работает. Подходим, даем стан. Такая хорошая уешка. И эффект. И вешается у нас баф на замедление. В принципе, ничего необычного. Погнали на следующие спеллы. Третий спелл на нашем персонаже. Это обычный баш, когда мы кого-либо атакуем. В зависимости от нашего уровня прокачки мы будем иметь шанс 10, 15, 20 или 25% застанет нашего оппонента на 1 секунду и нанести бонусный демедж. Равный 120. Видите, вот баши прокают. Мы бьем. Этот демедж, который будет бонусно наноситься с этого станчика, когда мы бьем, этот демедж наносит физический урон, ребят. Чем меньше у противника армора, соответственно, сильнее нанесется бонус. Вот смотрите, как я бью Свена. Свена вообще пофиг. Давайте сейчас перейдем к ультимейту и посмотрим, насколько сильнее я буду бить с ультимейтом. Поехали. Касаемо нашего ультимейта, ребят. Ультимейт у нас дает амплификацию на физическое сопротивление. Что это значит, спросите вы. Да и достал уже, можешь говорить. Нормально. Снимает армор, ребят. Просто снимает армор по нажатию вот этой кнопочки. Давайте посмотрим. На первом левеле 10, 15, на втором и на третьем 20 армора. Скажется, 5 секунд и длительность составляет 25 секунд. Что же есть у нас какие-то еще особенности, ребят. Данный ультимейт можно вешать как и на энеми. Вот тут у нас, кстати, стоит Рикимару в инвизе. Он уже в инвизе, я его никогда не увижу. Вот такая вот тема. Найс, так сказать, заспавлен на Рикимару. Он здесь ушел в инвизе, все, он больше никогда не появится. И что у нас еще есть, какая приколюха. Этот персонаж со своим ультимейтом очень хорошо контрит инвизеров. Потому что если мы успеваем накинуть на кого-то ультимейт, то этот персонаж уже не сможет уйти в инвиз. И все. Пока будет висять ульт, мы его будем спокойно видеть. Также, смотрите. Сейчас будем бить. Дэмэдж, во-первых, как проходит. И смотрите, сейчас сработает у нас третий спайл. Видели, как дэмэдж хорошо нанесся. Вот такая вот фишечка. И смотрите. Сейчас мы топнем под ноги. И сколько ему нанес, нанесется ему. Смотрите, разница ощутима. Разница ощутима. Вот такой вот у нас ультимейт, ребят. Не стоит забывать, что очень сильно снимает армор. И в комбинировании с нашим вторым и третьим спулом, это очень мощно. В общем, посмотрели все скиллы на данного персонажа. Я вам сказал, что ультимейт можно вешать на любого персонажа. Можно на крипа. Можно на крипа, на нейтрала, можно на курьера. Кстати, повесить длительность на крипах и на курьерах будет намного больше. Не 25 секунд. Где-то примерно минуту. Соответственно, если у вас, допустим, нету тут никакого вижена у энеми в лесу, можем кинуть на крипа. И хотя бы будем видеть этого крипа и персонажа. То есть, допустим, если кто-то пойдет туда фармить, то крип эту контору запалит. А на курьере тоже будет висеть очень долго. Есть такая фишечка. И можно будет видеть и базу противника, и, к счастью, предметы, которые будут закупаться у энеми. Дает также вижен по невидимым персонажам, если мы накинем это, я уже говорил, повторимся. И комбинирование со вторым и третьим. Просто бомба, ребят. Что ж, поговорили о его способностях. Давайте теперь перейдем уже, наконец-таки, к геймплею. И посмотрим, как на этом персонаже нужно играть. И что нужно ему качать на первых левелах и покупать. Поехали, ребят. Итак, ребят. Начинается у нас каточка. Посмотрите, какой там пик. Там неприятный персонаж. Это Некролайт. Слардар не любит Некролайт. А все остальные, в принципе, изи падают от Слардара. Слардар один из сильнейших персонажей. One by one. В принципе, если кого-то встречаем, кидаем амплификацию. И просто ломаем лицо. Ничего, ребят, сложного нет. Хускар не любит демэдж. Хускара мы уничтожим. Мы уничтожим СФ. Вот Некролайт, конечно, будет нам проблемой. Но он будет падать тоже с трех-четырех тычек. По Затару. По Затару. Что мы будем делать по Затару? Скорее всего, будет в дефолте армлет и урна. Потому что без урны на данном персонаже будет сложновато, ребят. Сложновато без урны будет. Потому что... Давайте-ка, наверное, забайтим. Почти-почти. Затару немного не доставил, походу. Не доставил Затару немного. Забираем руну. Тут-то хорошо. Все, погнали. Нужно взять будет сейчас щиток. Против СФ идем в центр. Но... В центр, ребят, желательно на этом персонаже не идти. Но я себе могу это позволить. Так как игра идет у нас на 3-4к. Тут, в принципе, в центр можно на изи идти. Так, в принципе, если идти на центр на данном персонаже, то стоять на XP. А лучше, конечно же, на 4-й позиции на данном персе. Это покруче будет, на самом-то деле. Так, гоу щиток. И гоу вардецкого, да? Все есть. И вардецкого. Вкачаем спринт. И на 3-м левеле будем напрягать. Качнем стан. Будем СФу немного досаждать. Добиваем это хорошо. Как и на всех других персонажах, намного профитнее, конечно же, вначале хорошо прокрепить. А потом уже можно подрасслабиться и чилить. Чилить на линиях. Так что вот так вот. Кто-то идет ко мне, а кто идет... Клок. Клок идет. С Клоком тут, в принципе, можно устроить ему. Гоу. В принципе, если выйдешь, тут, в принципе, изи, думаю, будет. Все тут изи. Сделали стрейф небольшой такой. И ждем. Клокер-ка. Все, Клокер пошел. Танцевалка. Все хорошо, и забираем. Отлично. Отлично. Давайте возьмем стик в ССФ. ССФ как-никак кастует у нас койлы. Соответственно, стик нам понадобится. И ману бы желательно взять одну. Все, затарились. На четвертом левеле также я прокачаю спринт, чтобы можно было контролить руны. За этим крипом я уже не пойду. Можно будет спокойно. На мидлейне очень удобно, ребят. Просто... Опа, хорошая руна на самом деле. Можно будет поднапрячь. А там аксок. Пошел гонять. Клок. Очень удобная руна для Слардара. И с... Вот, с прокачанным... Первым сполом. Очень можно хорошо бегать, не теряя почти фарма. Побежали где-то, что-то там. Опа, опа, опа. Раз, раз, раз. Быстренько сделали. И возвращаемся на центр, чтобы не терять нашего фарма. И все. Вот так, в принципе, это все и работает. Сейчас будем по мере возможности вкачиваться. Надеюсь, армлетик у нас будет по таймингу нормальным. Ну, сейчас шестой, когда уже апнем, тут уже просто фрифраг будет на СФ. Смотрите, СФ там стакает. СФ-то тоже не дурачок вроде. Скорее всего. Ой-ой-ой, какой койл. Очень страшно такие койлы смотреть на самом деле. Забираем. Локс. Пацан там пишет. Локс. Локс. Прокачиваем. Поехала. Эх, хотел так застелить, но так и не застелил. Хотел очень. Пойдет. СФ бедный тут в шоке. Клокверк тоже роумище, блин, недоконтролил немножко. Клокверк роумище. И это по кайфу. Просто выходит. И СФ падает. Ребят, касаемо геймплея на самом на этом персонаже, это, знаете, что требует этот персонаж? Этот персонаж требует макро понимания игры. Чем выше у нас макро понимания игры, тем сильнее мы будем играть на Слордаре. Потому что этот персонаж не прощает ошибок. Если мы прыгаем в толпу, да, мы дадим стан. Но когда мы будем убегать, мы включим, соответственно, первый спелл. И с первым спеллом нас могут очень сильно задушить. Будучи, когда у нас включен спринт, как вы слышали уже ранее, на 15% дэмэджа мы получаем, к сожалению, больше. Чё, пройдёмся. Там вон спектра. Хотя, можно и Сефиуса ещё раз нагнуть. Тут уже самим можно будет. И будем выходить в армлет, ребят. В армлет. У него сколько там хитпоинтов? 600 хитпоинтов. Есть у нас тангуса. Но под Т-шку я, конечно, лезть не хочу. И лезть, конечно, под Т-шку не очень хочу. Но... Можно добить, когда он вот того крипа добивал. Можно сразу добить и своего крипа нам. Такая тема. Так сказать, ему деваться некуда. Мы тут фри можем забрать. Также и армлет переключать. Так, ну... Ох, Санстрайк там ещё залетает под Когу. Просто бедный Сеф тут умирает. И будем сейчас покупать уже пол армлета, так сказать. На топе, да. Всё там тяжело. На топе. Спектра плюс Некролайт. Клокверк, походу, будет делать урну. Да. Не будем её покупать. Смотрите, как ему залетает этот дэмэш. Посмотрите просто. На... Всё. Хорошо. Не туда. Пришёл Акс, походу. Не на ту вечеринку. Видели просто, как по нему пролетать дэмэш? И по мне, как начал пролетать, когда я первый включил. Очень больно. Очень больно, ребят. Вот поэтому макро понимание на данном персонаже очень нужно. Взяли мы хелм. Пойдём через хелм, потому что... Это хопериген, это армор. Возможно, я буду давить под товара. Потому что там у нас СФ. Смотрите, какого левела. Сейчас мы скушаем ещё один тангусик, когда будем подходить, наверное. Или сразу заранее. Так, монетка. Хорошо. Г, а. Всё, есть. Гоу тангус. Кушаем. Я так думаю, СФ сейчас, в принципе, пойдёт стакать себе крипов. И мы тут его встретим. Никакой проблемы тут СФ нагнуть не будет, я думаю. Так, вот срубим деревце. Вот тут встанем. Сейчас он заберёт крипа и пойдёт, да? Или не пойдёт. Душа полетела. Где СФ? А вот он и СФ. Ну, давайте так, попробуем. Отойдём немного, чтобы от товара не хапать. Смотрите, как тычки пролетают. Он просто ничего не делает. Стоит даже, афкашит. Опа. Это же, походу, даблкил сейчас будет. Хорошо. Хорошо. Просто фит. Фит-контора какая-то. О, наш профессионал залагал. Вот такое. Так, в общем, ребят. Есть у нас уже армлет. Сейчас с армлетом будем ходить по линиям. Будем ходить по линиям. И всё. И всё. Сейчас будем душить. Просто фит-контора какая-то, знаете. Суповой набор такой, знаете, дают вам. И вы его часто готовите, жарите, обрабатываете. Понимаю. Ребят. По геймплею всё на этом персонаже просто. Желательно сначала кинуть ультимейт, потом все остальные способности. Так вы нанесёте максимальное количество дэмэджа. Максимальное. Я не знаю. Если игра будет такая скучноватая. Ну, я тут всё загангаю просто. Я тут всё загангаю. Фландара, если через центральную линию пускаешь, можно ещё взять боттл. В принципе. Не осудительно это будет взять боттл. Если вы постоянно как-то подфармливаете на втором. И вам нужно постоянно подхиливаться. То, соответственно, боттл, в принципе, более чем хорошо зайдёт. Ребят, я считаю. Так, апаем курьера. ВЦ. Т. Опа, опа, опа. Пятый левел пришёл. А не крик. Надо отойти. О, чё, чё. Тоже пацан. Тоже залагал. Походу карма настигла парнишку. Типа он написал локс. И тоже ливает. Карма, карма, ребят. Относитесь к людям так, как они к вам относятся. И наоборот. Так, ладно, побежали. Сходим на Б всё равно тогда. Или нет. Или подзахилимся. Сейчас и некру лицо сломаем. Го, подзахилимся. Хорошо. Откладываем вент. Пятый левел на некре. Но это на самом деле плохо. Надо до его шестого левела попробовать его загнобить. Если сейчас ещё пройдёт время, не хочу сейчас сжать спринт. Гоу. Он без хила. Он без хила. Хорошо. Хорошо, он без хила. Ну, шо ж так подлагивает он. Хорошо. Сейчас уже вкачаем третий. Мувспида нам хватает, чтобы стрейфиться. Мувспида хватает, чтобы стрейфиться. И всё. Этого достаточно. Сейчас возьмём, возможно, ПТшечку. Вот так вот. Хорошо, побежали. Побежали. Берём руны, идём на Б, ребят. Игру затащит. Сцебин. Ван я ему дам, пишет. Как будто невер виноват, что клокверк гангал. Они не понимают. Ребят, вот никогда вот такие вот тиммейты не понимают, что там просто не было вариантов. Просто не было вариантов. Парниша пытался стоять на миде, но там, как бы, понимаете, что там клокверк. Как там вообще просто дела? Всё, хорошо. Помогли парнишке. Дали хороший сонстрайк на инвокере. Так, вот так вот. Отлично. Всё, вешаем амплификацию через шифт. Побежали. ПТ на инту, чтобы маны меньше потратить. И всё, на ангилу и поехала. Хорошо. Хорошо. Локверк там развлекается. С урной. С манго. Ну, скорее всего, умрёт. Да, умрёт даже, не заберёт. Так, идём. Тут у нас Хускар сейчас будет. Ребят, сейчас будет у нас тут Хускар. С Хускаром мы сейчас поговорим. С Хускаром сейчас поговорим. Где Хускар? Ну, вот он. Ну, по Т-шку я за ним не очень хочу нырять, если честно. Ну, его нафиг. По Т-шку не хочется нырять. Куда идёт пацан с пятачком? Апача. Апача. Ну, это разводы какие-то. Ещё раз провесим, потому что там время... ...не бесконечное. Боже, как же душит этот герой. Всё, гоу. Уходим, пойдём на топ. Первым надо будет у нас убить Некро. А лучше всё, давайте одиннадцатый апнем и намного сильнее уже будем бить. Одиннадцатый апаем сейчас и пойдём на Некролайта. Пойдём на Некролайта. Охота на Некролайта будет у нас. Всё, переагриваем, потому что сейчас закончится действие поля. Ребят, напоминаю, что на моём канале гайды будут выходить в зависимости от времени. У меня просто время ограничено, все сами прекрасно знаете. Гайды выходят. На всех героев будут гайды, но, как говорится, всему своё время, ребят. Ждите, просто ждите. Если что, гайды будут, но не сразу. Не сразу все будут гайды. Прям вы заходите сейчас на трансляции и говорите. Братан, когда гайд на этого? Братан, когда на этого? А где гайд? А где? Ребят, так, пожалуйста, не спрашивайте. Я стараюсь для вас делать гайды как можно скорее, как можно быстрее. И вы прекрасно это должны понимать. Смотрите, как спектра разваливается. Эх. Некролайта. Гоу. Стан. Хорошо. Хорошо. Есть у нас даггер, ребят. Один из основных атрибутов на данном персонаже это даггер. Тогда мы можем просто беспрепятственно, без включенного спринта, всё спокойно делать. Жаль, я ПТ-шку сейчас не обузил, но немного затрынделся. Гоуману возьмем, взяли. И щиток будем сейчас продавать. Все линии, видите, как отлично гангается, потому что у нас movement speed очень хороший. Мы очень мобильные и, соответственно, быстрый мобильный интернет, как говорится. И мы спокойно можем делать перебежки с одной линии на другую. И это классно, ребят. Так, мана наша летит. Пойдем сейчас. Ну, Некролайта я бы душил. Ребят, также БКБ. Не стоит пренебрегать. БКБшка на данном персонаже. Это очень тоже нужно этому персу. Так, вылетает у нас Клокер. Там будет убивать Соло, наверное, да. Убивать Соло будет. Я помогать не буду. Возьму уруну, 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 уруну. Хорошо, монетка. ТП-шится кто-то там. Так, ну, я буду тут врываться. Вот так вот. Раз, два, три. Хорошо. Хорошо. Вкачиваем еще троечку, третий уже. Кидаем себе ману. Ну, мне бы, блин, урну, которая у Клока. И было бы еще прекрасней. Так, гоу. Ну, там фрифраг стоит. Я его Соляру разберу сейчас. Там фрифраг. Просто фрифраг. Кидаем ультимативную. Через шифт. Оп. Даггер. ПТ-шку переключаем. Все. Просто смерц. Просто смерц. Просто смерц. Можно через Дезоль выйти, в принципе, ребят. Так как у нас персонаж бьет вторым и третьим от физического урона. То есть, вот этот 120 вот этого бонуса, который вешается при атаках. Этот бонус у нас наносится физикой. Соответственно, если мы собираем Дезоль, то с Дезолем будет очень много дэмэдж. Так, ребят, ну там начался файт. Мы очень мобильные. Мы должны туда бежать. На самом деле, пока Клокер там потеет. Потеет Клок. Там уже вон сколько хитпоинтов. Я бегу, ребятки. Бегу. Бегу, бегу, бегу. Просто дождитесь. Жди меня, как говорится. Сейчас будет уже даггер. Будет даггер. На некр будем нападать. Вот так вот. Вот так вот. Хорошо. Вот, видели? Я просто с этой... С нижнего... С нижнего лайна я просто прибежал спокойно сюда. И все хорошо получилось. Ребят, можно изи забирать Рошана, взяв масочку. В принципе, на данном персонаже это не составит труда. Давайте так и сделаем. В принципе, берем маску. И в дальнейшем можно, конечно, апаться в Сатаник. И Кираса обязательный атрибут будет у нас. Кираса. Кираса. Да, дай, 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 сек, сек, сек. Все, хорошо. Погнали. Сейчас пойдем Рошана. Берем руну и бежим на базу. Ребятки. Хорошо. Хорошая руна. Можно, в принципе, даже кого-то принять. Не, ну принимать уже не будем, наверное, ребят. Го. Спокойно на Б. Продадим стик. Или, в принципе... Так, все. Забираем туда. Вот эту тему. Гиперстоун у нас там в Курьере. Сейчас. Пойдем душить. Пойдем душить. Ладно. Не будем делать, что мы такие наглые, ребят. Вид. Как забирать Рошан на данный персонаж? Вы... В идеале накинуть амплификацию один раз. Собьется Линка. Армлет мы пока не уязаем. Накинем сейчас еще раз. Все, поехало. Гоу-стик. Выложим. Вы видите, Рошан падает просто на ура под амплификацией. Вообще плевать. Смотрите, как хорошо падает. Проверочного стана дадим. Забираем. Выходим в Кирасу. Будем выходить в Кирасу, ребят. И БКБ нам нужно будет. Все, есть Аегис. Есть Аегис. Гоу по лесу. Пройдемся. ПТ-шку на Агилу. Ой, на Агилу. На Инту, потому что нам нужно... Опа. Ой, застанел. Как хорошо. Хорошо. Как застанел. Как Баш хорошо вылетел. Гоу по низу. Сейчас будем выходить уже в Кирасу. Ну, просто этот персонаж при хорошем бусте и при хорошем вижне, но вижена нет. Я просто наобум бегу, кого-то нахожу на дефолтных точках и убиваю. Можно очень хорошо душить. Можно очень хорошо душить, ребят. Ману бы мне. Хорошо. Хорошо. Так, вот так. Ну, на топе опять какой-то файт. На топе опять какой-то файт. Побежали. Так, через руну пойдем, ребят. Через руну посмотришь. Пусть монетка и на топ сейчас. Там, смотрите, все вместе. Первым, кого нам нужно будет убить, это Акса, потом Никролайта. Акс, потому что может своей агрессией нас как бы поднапрячь. Так, Войт не поставил пупол, да. Очень плохо Войт сыграл. О, дабл дэмэдж. С дабл дэмэджем же можно вещи творить, ребят. О, боже, там забираются. Там, Невер. На линии, там, вон он Хуск. Давайте сейчас Хуску пропишем. Штрафного кинем амплификацию. И с фармлетом прыгнем в одну тычку дадим. О, боже. О, боже. Хорошо. Полетел у нас курьер-магазик. Где-то тут Невер должен быть, но он уже, наверное, под Т2 ушел. Мне нужен один крип. Для кирасы. Все, хорошо, есть кираса. Аегис, 3 минуты. И надо просто сейчас в задницу какую-нибудь залезть, чтобы реализовать аегис наш. И душить будем. Есть у нас кираса. Все, хорошо. И мана, кстати, у нас тоже хорошо регенится, ребят. Два мана регена. Это, в принципе, неплохо для Слардара. Два мана регена пассивного. Хорошо. 17-ая минута. Очень хороший айтем. У меня на роумел, как говорится. Ребят, 85-я карта славится тем, что тут дают денежку за то, что мы роумим, за то, что мы бегаем, за то, что мы убиваем. За это дается денежка. Соответственно, фармить на таких персонажах, тем более мобильных, не вижу вообще, в принципе, смысла никакого, ребят. Поэтому обязательно, обязательно, ребят, берете этого персонажа и роумите. Не собирал тут урну, потому что Клокверк у нас в игре. И, в принципе, наверное, правильно сделал, что не собрал Клокверку, чтобы тоже оставлять что-то покушать. Но Слардар такой персонаж, потому что персонаж после каждой драки, он проседает по хитпоинтам, к сожалению. И такое, такое. Ребят, сейчас попробуем зайти на хайграунд, Соляру, потому что тут, в принципе, я готов. Я готов, в принципе. Кинем одному персонажу, потом второму в амплификацию и прыгнем. У нас есть Аегис, еще минуту будет. Еще минуту будет Аегис. Я отсюда уходить не буду. Оп, хорошо. Первый готов. Подождем, подождем. Еще амплификацию кинем. Опа. Кидаем амплификацию, окей, поехали. Ой, добить, добить, хорошо. Буду, буду допадать дальше. Хорошо. Баш, можно? Хорошо. Хорошо. Захиливаемся. Можно доминатор купить, кстати. Или не можно. Хорошо. Хорошо. Подзахилили, чуть-чуть и уходим. Оформили ремпейдж. Ремпейдж. Можно сделать у нас еще два слота. Будет у нас, в принципе... Эй, БКБ, ребят. Нужно БКБ обязательно на этом персонаже. Чтобы вы не кричали потом, а почему нас так легко убивают. Ребят, БКБ сделаем. В любой теме БКБ. На любой стадии. Это нечто на этого персонажа. Потому что мы перестаем хапать. Вообще, в принципе, считая, что БКБ must have предмет. Застанет ли двоих? Отлично. Блокверк немного не подрасчитал. Так сказать, зашли, убили, победили. Хорошо. Отойти. Заберем еще и Тэшку. Хорошо. И сатаник. Сатаник и БКБ, в принципе, можно доделать бы. Регенерацию. Завязал у нас Клокверк. Так. Что там за итемы? Делаем блин. Успеваем. И все. И все. И уходим. Дабл дэмэдж у нас тут. Дабл дэмэдж. Рошан еще, наверное, не скоро будет. Но мы пока, в принципе, можем восстановить хитпоинт из этих крипов. Отхилиться. Очень хорошо хилимся. На 83-й карте, ребят, Маднес. Можно собрать этому персонажу. И, в принципе, это не будет ошибкой. Потому что мы станем еще мобильнее. Но не забывайте, что если у вас есть Маднес, обязательно покупайте БКБ. БКБ с БКБшечкой. Вы сможете намного быть профитнее. Профитнее. Сейчас сделаем БКБ, пойдем за вторым рэмпейджем. Сделаем БКБ, пойдем за вторым рэмпейджем. Так. Есть. Берем. Все, погнали. Хорошо. Хорошо. Также можно будет поменять у нас армлет, ребят. Очень много еще вариативности. У меня еще на самом деле три слота. Сатаник. Еще какой-то слот. И можно будет поменять армлет. Армлет это такой предмет, который на ранней стадии игры очень полезен. Но потом перестает быть полезным и следовательно стоит его заменить. То есть как бы, как правило, на ранней стадии армлет и игра вот эта, вот это просто по кайфу. Когда вас лупят, там вы берете, переключаете армлет и просто выживаете. Вот как бы. А потом можно заменить, как правило, ну я бы, я лично иногда менял его на МКБ, то есть на какой-то дэмэдж, на дэмэдж дилерский предмет. Чтобы, так сказать, не проседать. И сатаник плюс еще какой-то предмет. У нас, в принципе, тут БКБ. Смотрите, вот у нас остается два слота. МКБ и, не знаю, плюс доминатор. Так, ну что, нападем, давайте. Уплотнился, но три тычки все равно и до свидания. Некро, некро. Ой, боже, Клок вот этими Когами. Клок этими Когами. Руинит просто. Ох, что, Клок. Клок Когами своими руинит. Все, надо отойти, сделать вид, что мы отходим. Сами будем отпиваться. Тут хилочки пить. Подойдет поближе вот сюда, вот где-то примерно я прыгаю. А так не вижу смысла. Видите, мы видим эннами. На маленького курьера нельзя кинуть. На летающего можно кинуть. У нас ультимативную. И это прикольно. Забираем. Просто будем допушить, потому что там они втроем все ливнули уже. Просто от этой лотар у нас, пацана. Это просто обоссывальня вышла. Ну вот так вот заромили, ребят, карту. 24 минуты просто овнинга. Очень мобильный персонаж. Я люблю таких персонажей, потому что именно такие персонажи показывают, как бы, что такое дота. Дота это вот это движение, беготня, суета. Да, это дота, ребят, это дота. Слардар это дота. А алхимик это путш. Да. Где-то я это уже слышал. Тендерлыны и чижики и мегамяс. Все вот это тема. Вот, смотрите, у нас некр. С лотаром. Он, если... Опа, будет заходить... Вот, нажимает гоуст. Опа, ну ловит там купол, к сожалению. Ну, Войд сейчас умрет. Войд умрет. Войд умрет. Осудите Войда, пожалуйста, кто-нибудь. Ребят, напишите в комментах об этом Войде, что вы думаете. Да, ребят, кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Надо обязательно зарекламиться. Нас уже много. Топим на 10 тысяч и... Вот. Как же ему больно. Как же ему больно. Уф, ну вот так вот каточка заканчивается. Давайте кинем ему амплификацию. Посмотрим, как его убьют крипы. Хорошо. Ну и, в принципе, допушиваем. Ребят, вот такая вот каточка. 28 фрагов за 25 минут. Это Слордар, ребят. Это Слордар. Слордар такой персонаж, который бегает по всей карте и душит. Ребят, кому понравился этот гайд, обязательно подписывайтесь. И ставьте лайки под это видео. Потому что, я не знаю, обычно гайды набирают у меня очень много... Очень много... Очень много... Очень мало лайков. Почему-то всегда 300-400. Хотя аудитория растет, ребят. Нас уже 9 тысяч. Раапнули 9К. Спасибо вам большое за вашу поддержку. Пишем гайды дальше. Душим. Играем. По кайфу, ребят. Стараюсь именно для вас. Чтобы вам было комфортно. Все понятно и досконально. Чтобы мы могли учиться вместе. Некоторые фишки, если честно, когда я делаю гайды. Несмотря на то, что у меня очень хороший опыт в этой груди. Это примерно 13 лет. И, к сожалению, я тоже иногда бывает что-то, какую-то механику новую узнаю. Потому что, как правило, не углубляемся. И познания вот тут вот хромают. Ребят, в общем, все. Спасибо всем за просмотр. Обязательно подписывайтесь. С вами был Азис. Азис. Теревайся, Азис. Как говорит Егами. Сынка Баут. Давайте, ребят. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok